В условиях пандемии важно выбрать эффективное средство для дезинфекции рук. Мы дадим вам несколько важных советов по выбору антисептика. Сейчас достаточно большой перечень антисептических средств в обиходе. Выбирая антисептик, обращайте внимание на состав продукта, содержание спирта и вредных примесей, в том числе эфирных масел. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60 процентов спирта. В период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний лучше выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Обычно увлажняющее средство вам может не помочь. Роспотребнадзор советует обрабатывать кожу рук не менее 30 секунд. Нужно тщательно протереть все участки кожи кончики пальцев. Антисептики для рук рекомендуется использовать не чаще, чем раз в два часа. Для того, чтобы уменьшить отрицательное воздействие на кожу рук, компания Тенториум выпустила антисептический гель для рук, который называется Аписептик. Входящий в его состав глицерин не сушит кожу, что позволяет использовать его всегда, когда у вас нет возможности вымыть руки. А природный антибиотик прополис в сочетании со спиртом обеспечивает двойную защиту от вирусов и бактерий. Им можно обрабатывать места вокруг детской кроватки, в спальне, в ванной комнате, а также в салоне автомобиля. Многие вещи с нами находятся постоянно, например, мобильный телефон, банковские карты, бумажник. Поэтому им тоже необходима обработка антисептиками. Микробы часто скапливаются на кольцах на руках. Удалить их очень сложно, поэтому в период пандемии лучше их не носить. Больше всего микровов на банкнотах и монетах. После контакта с наличкой обязательно нужно тщательно мыть руки. Очень важно правильно обращаться со средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками. После их использования также следует обрабатывать не только сами защитные средства, но и руки. Берегите себя и своих близких, соблюдайте режим самоизоляции. Обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.